Третья колонка Ребят, я вот в последнее время думаю, как же все-таки интересно в жизни бывает. Буквально несколько месяцев назад я поставил себе, казалось бы, невыполнимую цель. Купить самую быструю, самую мощную тачку. И я это сделал. Я купил Nissan GTR на 1200 сил. Но я даже не мог представить, сколько событий произойдет за короткое количество времени с этим автомобилем. Друзья, я рад всех приветствовать. С вами Булкин. Добро пожаловать на канал Булкин Драйв. И я понимаю, я прочитал все ваши комментарии. Спасибо всем и за поздравления, и за сочувствие. И за то, что разделяете вместе со мной все эмоции, которые я проживаю. И вы знаете, друзья, я скажу вам честно. Каждый раз, когда я читаю ваши комментарии, вижу ваше огромное количество лайков под каждым последним видосом. Спасибо вам огромнейшее за всю эту активность. Я понимаю, что, видимо, у нас получается передавать через видос все то, что происходит у нас в жизни. И вы можете все эти эмоции разделять. И хорошее, и плохое, и все вот как оно есть. И, ребят, я понимаю, что вы ждали, очень ждали этого видоса. Сегодня, поверьте, будет очень жарко. Сегодня вот просто и радость, и грусть, и какая-то просто непонятность. И, друзья, давайте мы уже начнем. Прямо сейчас мы перемещаемся в тот самый день, который принес мне огромное количество событий. Вы будете в шоке, когда узнаете, что случилось с ГТРом. Поехали! Ну что, дорогие друзья, сегодня тот самый день Икс, когда мы узнаем, как едет мой ГТР. И помимо того, что мы его замерим, узнаем его динамику, сегодня состоится сразу заезд, друзья, против злейшего врага. И я сейчас не про человека, который будет ехать на эту автомобиль, а именно про автомобиль. Конечно же, это Тесла Плейт. У нас все карты сошлись. Кирюха в Арпач в Питере. Всем привет! Здорово еще раз. В общем, кстати, мы примерно в этом же месте тестировали твой этот Икс, когда это в 2018 году, пять лет назад. ТРС-ка тогда была. Но сегодня у нас немножко другая ситуация. В общем, я Кирюхе уже рассказал. Прошло, на самом деле, не так много времени после того, как я приобрел вот это чудо. Вот у нас просто совпадение, что Кирилл в Питере, и мы решили совместить приятное с полезным. Сегодня я узнаю, как едет мой ГТР. И сегодня мы устроим сразу заезд. Мы очень долго думали, как его сделать. То есть, прямо на серьезке, чтобы каждый был в машине один, чтобы максимально честно. И, наверное, все-таки сошлись на эту. Потому что хочется узнать реальные цифры моего ГТРа. То есть, мы знаем, что Тесла плейет при любом раскладе, едет стабильно 4.2, 4.3, 100-200. То есть, самое главное, я так понимаю, заряд должен быть и ниже 80%. И ниже 80%. Вот. Но это, кстати, вот минус тоже, который меня немножечко сбил с пути Теслы, по крайней мере, пока что. А вот смотри, то есть, получается, если она разряжается ниже 80%, насколько... У тебя мощность питовая уже меньше. Если ты разрядился меньше 80%, это только для драга. Но она так же валит. Она реально валит. То есть, ты это заметишь только по цифрам. И я бы, знаешь, не делал такой акцент на том, что, ну, типа, ниже 80% она не хрена. Она едет даже там... Ну, просто чтобы показывать именно свои, так скажем... Да, заявленные цифры, да. Она должна быть 80% и выше. Мы подготовились. Только что зарядили Теслу. У нее 100%. Нам нужно доехать до полигона и устроить, в принципе, заезд. Естественно, заезд будет ходом. Я не хочу в начале сезона, извини меня, положить коробку, либо муфту. Это минус GTR. Давай еще обговорим важный момент перед заездом. Это то, что у тебя нет последней прошивки, которая позволяет тебе ехать больше, чем 282 км сейчас. Обычным языком это прошивка. На самом деле, это взлом машины, как мы в России делаем. Это взлом машины и переключение каких-то параметров, чтобы разблокировалась та самая прошивка, которая разблокирует сами Теслы. Это надо карбонокерамику ставить. То есть, если надо у официалов делать, тогда она разблокируется. Но мы в России тоже научились это делать. У нас даже есть автомобиль такой красненький. Вот. У Лени. Мы снимали тест-драйв больше года назад. И на самом деле, сегодня мы уже пошутили. Они сегодня уже стебались. Они уже стебались. Леня тоже у нас сегодня будет. Но я сказал, Леня, не надо, пожалуйста. Стой в сторонке. Мы понимаем, что у тебя там взломано все. У него там же еще диски. Все облегчено. У него вообще все идеально. Да, у него все идеально. У него трековая тачка. Вот со среднестатистической Теслой плейт. Вот именно у Кирюхи такая. Заехаться. Ты меня сегодня, как вы пошутили, полоскаешь ты меня. А Леня меня уже насадит в случае чего. Ну, посмотрим, как оно будет. Все, долой пиздеж. Я думаю, что садимся, вешаем камеры. И, друзья, ну, можете там вот интуитивно просто. Как вы думаете? Заезд непонятен. По ощущениям я не смог понять, сколько я едет ГТР. Цифр я не знаю. Специально, чтобы сейчас встать и все увидеть. Я также вешаю драги. И сразу узнаем, сколько я едем, чтобы есть. Поехали. Поехали. Ну, скажите, что я, ну, как бы нейтрально всегда. Ну, типа, проиграю, проиграю, выиграю, выиграю. Ну, как-то так всегда было. А тут, видимо, стоп. Ну, выиграешь, брат, нормально все. Я не знаю. Нет, я допускаю тот факт, что почему-то мне вот кажется, что я проебу. Я как бы это принял уже. Но мне внутренне как-то не то, что... Я не знаю, как это назвать, блядь. У тебя быстрая, блядь, тачка. Тысяча... Подожди, тысяча пищевых. Не-не, подожди. Нет, ты понимаешь, что... Ну, подожди, стоп, стоп, стоп. Вот. Я не знаю, как это объяснить. То есть мне как бы... Я спокойно себе так к поражению отношусь. Ну, вот. Блядь. И в то же время я допускаю, и я не знаю, как это объяснить. Не-не, вообще не парься. У тебя очень быстро на тачке. Правда. И это, вот, это самые читерские автомобилищи, считаются. Это в видосе через пару минут. Тесла просто нажала газ, блядь, и улетела. Блин, ну ты должен, наверное, выпрыгнуть сразу. Ну, наверное, да. А потом... Ну, мы сделаем несколько. Главное, знаешь, вот, если будет такое, что ты упрёшься в максималку, и я тогда только, это не считается. Ну, это понятно. Это сто процентов. Вот именно во время, пока ты не упёрся. Потому что у тебя есть вот нюансы в этом плане. Ну, ты заметишь, когда я в максималку упрусь, я буду... Я даже не могу предположить вообще примерно. Мы сейчас с Саньком будем гоняться, и он очень сильно переживает. Поддержите его в комментариях. Мы пока не знаем исхода, мы пока просто вот стоим. Поддержите его лайком. Он реально старается, и этот GTR для него очень много значит. Это реально его самая быстрая машина. И я вижу, как он... Он не то что волнуется, он переживает. Он переживает. Ну, нет, это что, любой дурак может, по сути, нажать педальку газа и стартануть. То есть посади сюда любого, и он сможет. Тут именно я восхищаюсь технологиями этой машины. И то, что производители компании Tesla делают с тачками, это невероятно. Но ту машину, Саня, строили люди годами. Там тоже есть своя эмоциональная подоплёка, которая накапливает в себе очень много истории. Истории людей, труда. Так же, как и в этой машине. И сейчас мы узнаем, кто же из нас победит. Боткни линк. Спасибо. Ребят, мы все этого очень давно и долго ждали. Я надеюсь, что ваш царский лайк на месте. Пожалуйста, поддержите меня. Я понимаю, что это звучит глупо, потому что вы уже смотрите, когда всё уже произошло, но всё равно. Заезд против Tesla Play. Давайте я не то, что своё оправдание заранее, пока там развешиваются камеры, скажу довольно важные вещи, факторы, скажем так. Значит, у нас сейчас в районе, наверное, 10 градусов. Скорее всего, с первого заезда у меня будет не прогрет мой полуслик. Но, походу, уже мы там прогреем. То есть, вряд ли я словлю зацеп там со второй, с третьей передачи. Первые какие-то, первые два, например, старта. Есть один главный нюанс. Дело в том, что вы это смотрите, наверное, уже в середине июня. А действие происходит в конце мая. К чему я это говорю? А дело в том, что я, во-первых, владею GTR-ом-то, в принципе, совсем недавно. А ещё один фактор заключается в том, что я только позавчера, или два, или три дня назад, в общем, забрал тачку из ремонта, что вы увидели в предыдущей серии, когда у меня сломалась муфта. То есть, по сути, я два дня эксплуатирую машину в правильном состоянии на максимальной мощности. И я ещё даже не успел позвонить своему настройщику, ну, который настраивал эту тачку к предыдущему владельцу, чтобы узнать все нюансы. Может быть, на самом деле я... У меня не было GTR, а настолько сил. Может быть, я даже сейчас поеду неправильно. Ну, в общем, будь что будет, если мы увидим какие-то ужасающие цифры, я не знаю, может быть, там 5 секунд, 100-200, то, конечно, будет дело в том, что я что-то делаю неправильно. Я не стыжусь никогда признаваться в том, чего я не знаю. Это всё-таки, извините, серьёзная техника. Здесь очень много нюансов. Я так понимаю, что мне нужно ехать в ручном режиме. Всё здесь у нас R, кроме, ну, стабилизацию мы не трогаем. И переключение на лепестках. Роботизированная коробка на GTR не позволяет наслаждаться тем, что умеет ZF, например, на М5, когда ты можешь подстроить нужное количество оборотов, как это было с гонкой с М8, когда я на Ешке был. Там можно подстроить нужную передачу, нажать газ в пол, откинуть в драйв, и машина сама будет ехать так, как тебе нужно. Здесь всё в твоих руках. Ну, и самое последнее, что я хочу сказать, это то, что действительно я, конечно, расстроюсь, если я проиграю, но почему-то я этого очень сильно допускаю, и даже если я проиграю, для меня останется всё равно вот эта вершина в виде Tesla Play. Когда-нибудь я дойду до электрички, и я к этой машине отношусь к уважениям. Будь что будет. Если даже я окажусь медленнее, я не расстроюсь. Для меня эта машина самая быстрая всё равно из всех, которая у меня когда-либо была. Ну что, мы начинаем. Готов. Давай, блядь, давай! 17, 18, 20, 21, 22. 23, 24, 25, но быстрее. Нет, Саня, Саня. Поддержите лайком, пацаны. Поддержите, ну правда, поддержите. Готов? Слушайте, ну я просто улетаю куда-то. Корпус. Два корпуса. Я ещё улетаю. Он уезжает. Всё, я вот по грани еду. Сколько я еду? В 4,6. Я проехал в 4,6. Это самая быстрая машина из всех, которая у меня была. Я этому рад всё равно. Ой, 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 эмоционально было. Слушайте, меня так захватила эта гонка. Ну, хорошая тачка, хорошая. Мне нравится ГТР, хоть он и опасный. Низкое давление моторного масла. Обратитесь к дилеру. Что там с давлением-то масла? Я не понимаю. Она в натуре низкая, блядь. Блядь, что за хуйня? Сбой в работе трансмиссии. Обратитесь к дилеру. Ты слышишь, как машина работает? У меня, короче, сначала вылетело низкое давление масла. Причём оно вылетело только что, вот. Я сразу уже замедлился. А потом у меня вылетела ошибка по трансмиссии. То есть это те самые шестерёнки? Нет, нет, нет. Я надеюсь, нет, потому что штыков не было. Я проехал 4,6. Это медленно. Я проехал, ну я запись экрана сделал. 0,200, а, ну 74 секунды. 100,200, 4,5. Тоже медленно. Ну видишь, ты быстрее. Ты уходишь дальше. Да. То есть, причём второй заезд вообще хуже был. Блядь, а что за хрень? Я теперь боюсь просто даже запускать. Температура в норме. Пропал давляк моторного масла почему-то. Давай всем скажем, что я сломался. Нет, ну заезд состоялся. Состоялся. Знаешь, я вот думаю, может я мудак, знаешь почему? Я же сегодня, в принципе, второй день эксплуатирую машину, которая после ремонта муфты. Ну да. И есть такой нюанс, как бы, ну вообще, в здравом уме человек, когда покупает машину, которая такая, ну настроенная, там вся построенная, он как бы ищет, ну у меня есть все контакты, кто её делал. Мне их дали. И как бы по идее, если я здравовыслящий человек, я должен был набрать настройщику, спросить там нюансики какие-то, ну мало ли там, да. То есть, я как бы такой человек продвинутый, я увидел, что вот у меня регулировка надува. Кстати, я ехал точно, мы сейчас не посмотрим, потому что надо её завести. У меня есть регулировка, соответственно, топливной карты. Я поставил, ну сотый бензин. Ага. И надув. Я, кстати, не проверил, ну по-моему, должен был быть максимальный. Вот. Дело, блядь, я даже, прикинь, я даже настолько занервничал, что я, ну да, по-моему, это максимальный карты. Когда гонялись, я тоже занервничал. Слушай, обычно я выдаю какие-то прям эмоции, а тут я замер и просто давил газ. И я смотрел по сторонам, где ты. Реально, для меня волнительно было. А я был стабильно сзади. Ну, для меня всё равно было волнительно, типа, потому что я понимал, с чем я еду и с кем я еду. Ну, типа, я такой, ой, хоть что-то происходит, у меня тело такое, знаешь, ого, и в ступоре. Ну, слушай, у меня как бы два вопроса. Это первое, что случилось с тачкой. Второй вопрос, то, что по сути, на такой мощности мне сказали, я узнавал, интересовался у ребят, мне сказали, что это 3.9, 3.7 я должен ехать, не 4.5. Это, извини, разница большая. Соответственно, вопрос, либо что-то случилось, либо я что-то недопонял по прошивке, я, может быть, неправильно эксплуатирую свой автомобиль. Ну, это звук нездоровый. Причём, он, понимаешь, он и по трансмиссии. Ладно, бей их хотя бы куда-то в одно место, а он сразу и то, и другое. Ну, сейчас, конечно, посмотрим, я не знаю. Ну, механический звук меня пугает. Ты хочешь и запустить? Ну, наверное, пусть постоит пока. Звук механический есть, и причём, понимаешь, это произошло-то не под нагрузкой, не во время заезда. Я ехал нормально, и первый раз, и второй, и вот, как бы, потом уже, вроде, я уже комментирую, всё, я проиграл, и ещё и добавок мне добили. А вот, и как раз ребята приехали. Надо сейчас, как бы, да, я посижу, чтобы они увидели, услышали. Да. Ну, тут, как бы... Ну, что, ну, не томи. Да, машина сломала. В смысле? Во-первых, я проиграл. Из-за того, что сломался машина? Нет, я не знаю, она едет 4,6, это медленно очень. Это очень медленно. Вот, ну, это, подожди, это проблема, которую я хотел решать, но потом я начал уже заезжать на съезд, и у меня выскочило сначала низкое давление масла. Ага. А потом я начал уже останавливаться, я услышал механический неприятный звук, и по трансмиссии. Не-не-не, послушай, это было очень сильно слышно. А где Доминик? Здесь это было очень сильно. Едут, я просто хочу, чтобы камеру кто-то снял, и мы, я просто сижу, как будто в заключении здесь, рассказываю всё, что происходит. Ну, подожди, ты услышал звук? Я нахуй заглушил, потому что это не очень приятный звук был. Да, там... И ошибка по трансмиссии ещё добавок. Кипец. Да что, на самом деле, что сказать? Естественно, сейчас гадать нет смысла, и я думаю, что очень рискованно сейчас. Зачем вообще? Пробовать запустить машину. Сейчас на эвакуаторе она поет в сервис, и в этом видео, друзья... Ну, конечно, мы планировали немножечко по-другому, мы планировали, что сегодня войдёт много чего интересного, по сути, вошёл один заезд, который был проигран, машина показала непонятное время, ещё вдобавок случилось что-то очень плохое. Гадать не будем, машина отправляется в сервис, и, как говорится, вскрытие покажем. Ребята, знаете, какой самый главный, самый жёсткий пиздец? Ну, помимо того, что вообще, да, произошло, это то, что сегодня, я даже скажу, какое число, 24 мая. И мы 1 июня должны выпускать тот самый видос, где покажем машину, которая была вот на днях куплена, уже успела поломаться один раз, уже успела сделаться, уже успела сломаться ещё раз. Суть в том, что вот сейчас стал вопрос, а что, блядь, делать, потому что у нас немножко есть нехватка материала, и я просто не понимаю, я реально не понимаю. Мы должны через неделю выпускать видос, а у нас, ну, нет готового материала. Так получилось, что появилась интересная машина, и она ломалась, там происходило что-то, опять же, заезд, да, у Кирюха, он не так часто бывает на Тесле, блин, в Питере. На Плейте, по-моему, ещё первый раз. И мы, конечно, захотели это снять, чтобы в дальнейшем уже вам показывать заезд и всё такое, а, блядь, самого главного видоса, который все ждут, его нет. Кстати, сюда можно ставить ставку, когда ты в сервисе говорил, да, в августе, я прокатаюсь, точно. Блядь, точно. А я такой, типа, ну, полмесяца, может быть, проездишь. Давай сразу зафиксируем. Будет ли поломка ещё на ближайшее время? Ближайшее сколько? Ну, вот... Ближайшие полмесяца точно нет. Ну, это я так думаю. Хорошо, до июля я откатаю без проблем? Вот до июля не знаю. Не, я прям уверен, что откатаю. Да, хорошо. Я прям уверен, что до июля, стоп, даже до августа ничего не случится. Всё. Я уверен, что это ГТР живой, здесь всё хорошо. И вот этот вот маленький нюансик в виде муфты мы устранили, всё будет всё. Не, то, что он живой, я даже не занимаюсь. Знаешь, что самое прикольное будет? Если он не доживёт, мы будем использовать эту вставку, когда он сломается. Просто, вот что вы понимали, друзья, мы теперь будем думать, как нам сделать так, чтобы ГТР был на ходу, чтобы вы смогли 1 июня увидеть видосы. Я поделился со Стасом, это который... Ну, Стасик. Ну, Стас. Ну, просто. Стас. Ну, сейчас фотографию его. Стас. Вот. Вы его знаете. Не могу прогрузить сообщения. Короче, ребята, вот видите, какие вот тесловоды? Вот они постебались, постебались, а плейт-то дали. Не, ну, добрые ребята. Короче, отжал у Лёни, хотя бы здесь ГТР почему-то, плейт, в ГТР погрузили. Лёня поехал с Кирюхой, варпачом. Собственно, едем в сервис. Прикинь, вот сейчас, по сути, вот так мог выглядеть видос на 1-й юб. Да, мог. Но мог. Мог. Ну, не мог вообще, очень ожидаемо мог. А что Стас-то вот так? Ну, у тебя давление прям маленькое или у тебя на 0-е было давление. Но на 0-е упало и ошибка выскучила. Короче, никто ничего не говорит хорошего, на самом деле, насчет этой ситуации. Друзья, что Лёня сказал, у него с Гондием проблемы? Да. Диздец. Вот она электричка. Ну, на самом деле, что вы понимали, друзья, 70 тысяч пробег. 70 тысяч уже? Да. А, 70 тысяч плейт. Вот я сейчас еду. Вот реально круто, что у нас в этом видосе есть возможность прокомментировать в том числе плейт, потому что это главный конкурент, в принципе, всего. Это самый топ, это король всех зверей. И это машина, которая также была в больших приоритетах при выборе. Самое основное, почему нет, еще раз повторюсь, для тех, кто сейчас вот уже, наверное, спешит писать, Саня, ну ты же знал, что ГТР будет ломаться, ну почему не плейт, ну вот почему? Два. Вот два ответа простых. Первый. Я реально не хочу пока что вот пересаживаться в электричку и... Ну это все, это знаешь, вот подсел и все, ну никуда. Подсел, ну да. А второй, это то, что на самом-то деле, вот сейчас у нас 31% заряда, мы не поедем. Вот так быстро, как сейчас у меня Кирюха 3 часа назад там обогнал. Мы поедем намного медленнее, эта машина действительно ебашит, только тогда у тебя 80-100% заряда. Тебе нужно постоянно поддерживать вот это, чтобы прям вот, блядь, всю мощь она показывала. Не, ну так-то в целом... Ой, блядь. В целом-то тоже едет. Нормально, да. Вот тут моментальные моменты. Да, да, да. Тут даже этого хватает, вот на 30% мы едем, естественно, этой мощности более чем за глаза. Да, не думал я, друзья, что так сегодняшняя ночь и сегодняшняя... Что так пройдет сегодняшняя ночь и так начнется следующее утро. Но это жизнь, это ГТР. Я пиздец в каком предвкушении. Едем в сервис, сейчас соберем все утренние пробки. И благо Коля на месте сказал, Сань, приезжай. А, нет, ну он не так сказал, он сказал давление на минимуме. Я говорю, да. Говорят, ебана-бобана. Все. Пока что это все. Верим в лучшее. Друзья, газоните лайк. Еще сезон не начался, а я боюсь предположить, что дальше. Так, ну чего, доброе утро. Доброе. Сколько времени? Пиздец. Долго музыка играла. Ладно. Что ты говоришь? Время. А, время, да. Времени не было. 9.19. Я примерно описал симптомы. Меня уже все запугали. Масло в моторе есть. Это я еще уже посмотрел. Ну, смотри, звуки неприятные, вообще ужасные. И вот это больше всего пугает. Выскочило, короче, низкое давление масла. Ага. Проехал накатом я метров 100-150. Ага. Уже останавливаюсь. Ошибка по трансмиссии и скрежут. Ну, ошибка по трансмиссии, понятно. Ну, мотор за заглох. Это все. А она как будто начала троить жестко. Ага. То есть, прям вот так вот. И обороты. Ну, давай попробуем. Ну, будем запускать. Будем запускать, да. Ну, ты в руле, а я... О, прикинь, смотри. Это, кстати, штуку найти можно будет. Видишь, меня зацарапали. Вызвали такое. И с той стороны тоже. А, короче, мы сделаем вот, знаешь, что? У нас произошла конфликтная ситуация. Не с шерифом. Шериф приехал, все четко, как обычно, сделал. Мы выложим в телегу. Да? История получилась, конечно, очень неприятная. Я такое не люблю. Но я считаю, что все-таки, наверное, вы должны это увидеть. Ну, они предлагают оформить на мой автомобиль ДТП. И, собственно говоря, ждать. Вот потратить время, потратить нервы. И, возможно, компенсировать до 10 тысяч рублей. Поэтому подписывайтесь на телегу. Там отдельная часть, что произошло, когда к нам приехал эвакуатор и испортил мне бампер. Готовы? Давай. Три, два, один. Все. 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 Это похоже на шатун. Не, подожди, подожди, давай нормально же общались. Подожди, в смысле шатун? Ты хочешь сказать, что он это самое... Вышел из чата? С чата, да. Это предположение, что отъехал насос. Это первый вариант. А второй вариант... Вариантов других нет. То есть, ну, отъехал насос, пропало давление. Пробернул и вкладыш. Может быть, не один. Но это полный пиздец. Значит, мы вскрываем по наличию... Ну, это полный пиздец. И по цене тоже. А цена, это, знаешь, это вот такая вот. То есть, вот. Ты можешь тыкать вот так вот. Здесь это может стоить 3000 рублей, там может 30 тысяч рублей стоить. Ну, сейчас за частями такой коллапс, что... Вот у меня есть в наличии, это стоит 30 тысяч рублей. А ты смотришь там, ну, по Европе, еще там 3000 рублей стоит. Ну, ждать там, не знаю, 3 месяца. И все, ты куда идешь? Хватит, блядь, за 30 тысяч рублей. Вот и все. А это же еще какой-нибудь там говно-тюнинг стоит. Чего-нибудь. И все, и пошло-поехало. Короче, чтобы ты понимал, знаешь, основная проблема. Я понимал, на что я иду, хотя я в шоке от того, что все-таки это что-то с мотором случилось. Мы должны эту тачку показывать 1 июня. Ну, на канале у меня. Я понимаю, сейчас звучит странно, но я просто парень ответственный. И у меня аудитория ждет, что же это. Как бы я так интригуем-интригуем. И смотри, я тебе могу снять мотор и выкатить сюда, и ты будешь представлять. Вот, кстати, у нас просто проблема в том, что мы уже там сняли из Теслы вот это все. А то, что мы должны показывать 1 июня, мы не успели снять. Это надолго, да? Это, 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 ну, не, мотор есть, лям, в Москве. Лям, пожалуйста, можно пойти сейчас на авито. Сток? Сток, да. Да, может, сток. А в аренду не сдают его? Мотор? Да, да. Дайте до 1 июня, пожалуйста. Скажи, вот мотор самый быстрый, да, был. А сейчас сто. А сейчас сто. Я бы вступила. Ну, давай, понятно, что это гадание. Давай вот представим какой-нибудь расклад. По... Вот. Замена колена. Так. Колена нет. Колена нет вообще? Ну, колена сейчас нет. Почему? Потому что я еще немножко работаю с ребятами, которые строят очень мощные машины на таких моторах. И всегда в запас что-то должно быть такое. Вот. И, ну, я тоже занимаюсь этим. И, ну, пока нет у меня у кого ничего. Если там, не дай бог, что с блоком, задрало, ну, вскрытие покажет. Ну, как бы, блок, по-моему, 800 тысяч. Я вообще ваху учу. Мне кажется, ты еще не сныешь всего. Я не сны. Ты поспишь? Подожди. Ты понимаешь, что я еще не даже... Ну, то есть, понятно, что зрители уже смотрят там, ну, там прошло время после 1 июня. А для нас, вот, поймите, то, что вы сейчас видите, вот момент покупки автомобиля, момент, когда наебнулась муфта, момент, починили муфту, момент, как я выехал впервые, вот, заехал на нормальном, нормальном состоянии машина была. Это все вместе максимум 2 недели. Из них, вот, сегодня я второй или третий раз выезжаю на нормальной муфте. То есть, вот, просто я второй или третий раз поездил сегодня на машине в том состоянии, в котором она должна была быть. Я еще даже не осознал, что я купил эту машину. Я не осознал, что я уже поменял муфту. Я не осознал... Это пиздец. И теперь я просто слышу вот это вот все. И, как бы, ну, слышу сначала вот это вот все, потом слышу вот это вот все. И, как бы, на самом деле, смешного ничего нет. И я очень, я ответственный человек, и я говорю, я переживаю, что нам делать. Как мы, вот, как мы, мы же обосрались, грубо говоря. Мы 1 июня даже, почему вот, ну, как, нет, это, конечно, хорошо, что мы начали там вот сразу все снимать. А самое главное, не подготовить. Пиздец. Короче, тогда что, план такой, разбор, да? А как у тебя там со временем? Слушай, ну, сейчас мы ее поставим на парковку, вот. И, ну, я подраскидаюсь чуть-чуть. Я думаю, что к выходным я ее сниму. Так, а смотри, вот, ну, ты говоришь, там ничего нет. Ну, понятно, что что-то же как-то где-то появляется. Ну, то есть... Появляется, да. Даже если ты сейчас купишь мотор в Москве и сюда привезешь, и это, ну, там... Да нет, ну, смысл мотор покупать? В итоге это кажется, самое дешевое решение прикинуть. Да. Да. Это, ну, здесь я даже с тобой спорить не буду. Но это же при вскрытии будет понятно? Здесь не обойдется, типа, о, носочек наибулся, давай носочек поменяем. Ну, стук, это все, это провернул, это колено, это уже на выброс. А сколько колено на него стоит? Слушай, ну, на самом деле недорого. Там, в районе 70 тысяч рублей. Ой, эти, вкладыши. Тоже не очень дорого. Тоже, ну, ничего нет. Всего понемногу, короче. Всего понемногу, да. И наберет. Ну, 70 тысяч рублей, оно стоило, когда я крайний раз его покупал, а это было летом тем. Сколько она сейчас стоит? Она может стоить 150. Причем у всех такие лица, это пиздец, на самом деле. Это пиздец. Вы сейчас знаешь, что шутили? Вы все шутите, да? Саня. Вы все шутите? Нет, надо спорить. Надо с позитивом к этому относиться. Знаешь, вот ты мог бы взять нормальную машину и стояла бы, смотри, тут три плейда. Но сейчас стоит, смотри, подожди, раз плейд, два плейда. И, к сожалению, вот сейчас вот чуть-чуть контейнер, это GTM. Я по дружбе. Я сейчас ехал за рулем плейда, я такой думаю, блядь, может, его нахуй все, сейчас кредит возьму, блядь. В Москве там есть сочный вариант. Ух ты, блядь. Блядь, кому-то. Блядь, как оно, да? Прямо менталочка. Не, кайф, кайф, кайф. Вы можете встретиться со Стивом, поплакать. У него коробка, а, у него, кстати, мотор целый. Что-то коробка задерживается, все такое. Вот здесь с фишками обменивались, а вы моторами можете махнуться. Короче, ладно. Мотор это... Да, я думал, самое страшное, ты сел, он че, ну! А я сегодня, ты прикинь, то есть я получил вот пизды от Теслы, проиграл ей. И еще и... Сильно? Ну, корпуса два, полтора. Ладно, давайте, короче, увидимся, как будет какая-то информация. А мы будем сейчас просто так голову ломать, чтобы 1 июня вы увидели то, что вы уже увидели. Потому что это самый главный вопрос. Остается неделя. А, какая неделя? Че говорить? Вчера вышел видос, который назывался вот это вот, где мы там сидели, вот общались, обсуждали, все. Ладно, все, я спрыгиваю. Пиздец, мне надо поспать и вообще понять, что происходит. Друзья, я не знаю, какими словами сейчас передать вам те эмоции, которые я испытал в тот самый момент, когда у меня реально рухнуло все. Все мои планы, все мои надежды на эту тачку, они рухнули просто в одну секунду. Я поставил себе цель купить самую быструю машину. Я ее купил. Но одно дело купить, другое дело эксплуатировать. И в этот момент я понимаю, что машина сейчас зависает в сервисе на неопределенное количество времени, потому что непонятно, что с мотором. Его надо вскрыть. Нужно понять, какие нужны запчасти. Что ремонтоспособно. Что в итоге будет... Там даже собаки ловят, потому что они тоже в шоке от этого всего. Реально, я тебе отвечаю. Я не могу еще отойти. Я тот день, я теперь его запомню просто надолго. Потому что, ну уж чего-чего, но этого я не мог ожидать. Я понимаю, что все упирается сейчас в непонятно... Вот сколько сейчас займет ремонт мотора. Я весь сезон сейчас, скорее всего, ГТР будет стоять просто. И это еще стоит просто космических денег. Это, я не знаю, это же очень дорого все. Но, друзья, есть еще помимо всего этого важный момент. В тот момент я понял, что я могу всех подвезти. В тот момент я настолько сильно запарился, потому что... Еще раз, смотрите. Все, что происходило, так получилось, да, что произошло много событий до 1 июня. Естественно, я купил автомобиль до 1 июня. Я какое-то время на нем покатался, пару раз выехал. Поломалась муфта, мы ее сделали. Потом реакция дедушки на ГТР. И приехал в Арпач. Конечно, это тот соперник, который мне нужен был. Tesla Model S Plate. Мы решили устроить гонку. Она так заканчивается. И в этот момент мы понимаем, что у нас нет материала на тот самый видос, который все ждут прежде всего. Мы не успели отснять красивые кадры на ходу автомобиля. Мы не успели отснять вообще в целом какой-то красоты. Да, есть, естественно, момент покупки. Мы там сняли мини-фильм в начало с восьмеркой. Спасибо, что оценили. Восьмерка все-таки помнит многие эту машину. И я пиздец просто. Я куда-то провалился вниз, потому что я понимаю, я сейчас подведу всю свою аудиторию, которая ждет этот момент. И, друзья, мы нашли единственный выход. Нам нужно было доснять материал для видоса. Первого видоса с ГТРом на 1 июня. И мы забрали автомобиль с положенным мотором из сервиса на эвакуаторе и поехали снимать. Я даже не знаю, как это объяснить. Просто сейчас увидят все и поймут, я думаю. Ребят, давайте просто переместимся в тот момент, когда уже все случилось, но нам нужно доснять, как это происходило. Поехали. Ну что, друзья, прошло два дня. И, конечно, за это время не подчинился мотор сам по себе. Машина не восстановилась. Как, возможно, в играх, например, нажал кнопочку и все хорошо. Ничего не поменялось. Только мы проснулись и осознали все. Да, мы проснулись вечером. Мы поспали тогда, ну, мы же все там до обеда в сервисе. Мы проснулись и все такие в чате просто, ну, у нас в чате команды, типа, что было вообще, что произошло, как это возможно. Потому что ни у кого не укладывается в голове, что мотор мог на ГТРе крякнуть. Короче, ребят, я себя словил на мысли, что я в какой-то стрессовой ситуации сейчас нахожусь. Я вот сейчас попытаюсь с вами поделиться. Просто сегодня 25-е, да? 20... 20... 26-е. 26-е мая. Сука, 1-го июня мы должны выпускать видос, который вы посмотрели. Вы сейчас увидите знакомые локации из того видоса, потому что было принято решение просто взять эвакуатор и на эвакуаторе тачку перегонять из локации в локацию, чтобы, собственно говоря, это пиздец. Вообще, чтоб ты понимал, я же сейчас начал, ну, как бы здоровую пищу есть. Я не знаю, сколько это интересно всем, но я, короче, занялся немножко собой, потому что я за последние годы набрал веса. Я за неделю похудел уже на 5 килограмм. Потому что на самом деле, когда ты чувствуешь ответственность перед аудиторией, когда ты объявил всем, всей аудитории, что 1-го июня должен выйти видос, а тачка ломается, а у нас видос не готовлен, не подготовлен, и тачка вот так вот эксплуатируется, конечно, блядь, я не тот человек, который забивает хуй. Я очень сильно это все переживаю. Я, короче, просто не ем, не спал, не ел. Мы решили так. Вот самый прикол, что в том видосе мы не скажем ничего. Все будут думать, понимаешь, сейчас, что все, там, вот 1-го июня тачка, а дальше-то вот оно как, друзья. Вот те кадры, когда я сейчас буду рассказывать про конфиг машины, про что-то еще там, что бы я еще выбрал. Блядь, лучше бы я реально через Гранд Авто заказал, блядь, себе что-нибудь из того списка, что я говорил. Короче, Дубиник, я не знаю, я потерянный какой-то. Мы записали часть, я пишу эвакуатору, чтобы он подъезжал. Ребят, на самом деле так мне, мне так вот не очень, блядь, вот, ну это ж так обосраться надо было, так обосраться. Я же надеюсь, я просто пытаюсь, знаешь, на самом деле еще раз разжевать. Все же поняли, что происходит. То есть мы сейчас записываем то, что ребята видели 1-го июня. Больше всего меня напрягает то, что нет кадров на ходу. Блин, интересно, кто-то заметит. Блин, как же вот, прикинь, долгожданный видос и не идеальный. Ребят, я надеюсь, что вот все равно. Нет, на самом деле, то есть по эмоциям, да, сложно сейчас комментировать что-то, когда ты знаешь, что машина не на ходу. Но я, по сути, делился, я же делюсь первыми впечатлениями. Ну, от тачки я в ахуе пиздец был. Ну, как она так меня подъебала, я просто не понимаю. Ну, как можно было просто после нескольких выездов? Блядь, мотор, ну как? Я не могу уложить это в голове. Чтоб ты понимал, ребята, вот, ну, Коля из той бокса сказал, вот если 500-600 тысяч, это тебе повезло. То есть его же не скрывали специально, чтобы мы могли сегодня покатать тачку вот по локациям, доснять нужный материал. 500-600 тысяч на ровном месте просто. В мотор, блядь. Это минимум. Это если повезет. Я просто не понимаю пока, что происходит. Мотор начнут разбирать, соответственно, завтра уже, потому что мы здесь сегодня все должны успеть доснять. Ребят, в следующих влогах мы будем обязательно с вами делиться тем, что, насколько я попал, как долго будет все это чиниться. Нужно что-то думать. Давайте, ладно, сейчас мы погрузим тачку. Нам нужно еще в одну локацию. Есть кое-что, как говорится, Булкин не сдается, сразу начинает в голове прокручивать вариантики. Уже кое-что есть. Сейчас вас заинтригую, кое-что расскажу, но во всем порядок. А я и не знал, что тюнинг может быть жестоким, а GTR таким одиноким. Я и не знал, я и не знал. Я пытаюсь держаться в тонусе, даже за слово такое вспомнил. Пытаюсь держаться бодрячком, что-то такое хорошее проехало. GTR поехал на другую локацию, мы также продолжаем снимать. Не зря, друзья, мы сейчас вам показали Ешку. Она, конечно, грязная, я сегодня не планировал ее снимать, но меня очень радует, что в моей жизни всегда происходят спонтанные события. Спонтанно я покупаю GTR за несколько недель до 1 июня, потому что просто я хотел реализовать мечту, я хотел сделать, чтобы все было гладенько, чтобы в сезон просто вот так вот, вот как бы и вот. Но также в моей жизни, помимо спонтанных вещей, происходит еще и всякая хрень, которая мешает мне. Но мы, знаете, стараемся радоваться все равно, несмотря ни на что. И какая же спонтанная хрень произошла после поломки GTR? Ешка-то осталась. И вот тут спасибо огромное вам. Вы меня очень сильно поддержали, подтолкнули к тому, чтобы я просто не продавал ее. Собственно говоря, я уже поделился со многими, что такая тема, купил GTR, он отъебнул, я попал и на деньги, и на время, и непонятно, сколько это все займет. И также поделился с ребятами из А2 Performance и с Level. И они говорят, а давай просто видос, да? Видос? Да, да. Вот, короче, они присылают мне вот это видео. Вот таких самцов тебе поставим. Прекрасные турбины. Вот тебе для сравнения заводские. И сказать, что это меня заинтересовало, это ничего не сказать. Я думаю, что вы понимаете, что это такое и на какой это автомобиль. Поэтому, друзья, давайте просто так, реально поступим прямо сейчас. Если кто-то вот прочувствовал всю эту и радость и боль, которую я испытал за короткий промежуток времени, поддержите лайком. Ваш лайк, это реально вот секундное дело для вас, а для нас большая мотивация, большая поддержка ваша. Поддержите серию лайком, подпишитесь на канал, потому что, судя по всему, в следующей серии вот с этим вагоном что-то произойдет. Пока ГТР будет чиниться, у нас появляется план Б. Но еще есть план В. О нем чуточку позже. Друзья, огромное спасибо всем за просмотр. Мы держимся под речком. Все. Как только будет информация по ГТР, вы также узнаете. До новых встреч, всем удачи и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok